Путь к победе начался в этой аудитории. Димит Еремеев и Артем Зобнин пришли сюда в сентябре прошлого года вместе со своими одноклассниками, такими же ребятишками, которые до сих пор считали компьютер в основном развлечением. Это мнение быстро изменилось. На базе Армавирского юридического техникума в рамках программы Junior Skills Россия, это программа ранней профориентации детей, организован специализированный центр компетенции по компетенции инженерный дизайн КАД. То есть это программа, в рамках которой ребята получают первоначальные знания 3D моделирования и инженерного дела, скажем так. Junior Skills – это программа ранней профориентации, основ подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. Она была инициирована в 2014 году в партнёрстве с WorldSkills Russia при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Цель программы – создание новых возможностей для профориентации, освоение школьниками современных и будущих профессий на основе инструментов движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт. Обучаясь в таких центрах компетенций, дети могут уже к концу школы выбрать и получить профессию. Чемпионаты – часть этой работы. Артём и Демид были самыми способными из своих сверстников. Они успешно прошли все отборочные этапы и оказались в финале. Участие в нём стало настоящим испытанием. Нам надо было сделать башенный кран. Он состоял из трёх подсборок. Одну подсборку нам надо было самим придумать, две детали, и включить в сам кран. Артём и Демид были в числе самых младших участников чемпионата. А условия одинаковые для всех. Дети должны выполнить задания самостоятельно. Наставникам подходить к ним нельзя. Самое сложное, мне кажется, это умение работать в команде. Ведь поначалу дети соревновались не с другими командами, а друг с другом. Им тяжело было понять, что им нужно работать вместе, помогать друг другу, контролировать друг друга, доверять друг другу. Вот это самое сложное. Но они всё смогли, у них всё получилось, они молодцы. Сейчас мальчики вспоминают чемпионат как приключение. Их первый опыт оказался таким удачным. Однако на самом деле бронзовые медали достались непросто. Место, где стояли столы, за каждым столом стояли лампочки и два монитора. Эти оборудования были связаны по сети, для того, чтобы люди не делали всё, что одно и то же, а они делали разное, и всё помещалось в одну папку. И в итоге мы собрали все детали. Из этих деталей надо было сделать сборки, и сборок-разборок, и фотореалистику. Потом это всё смешивалось, делалась презентация. Соревнования продолжались три дня. Были моменты, когда юным участникам казалось, что они не справятся. Но сила духа восторжествовала. Самый волнующий момент забыл второй день, потому что у нас с Демидом была проблема с техникой, и мы не доделали некоторые подсборки. У Демида удалились две сборки, а у меня она полностью разлетелась. Немного отчаялись, но потом на третий день собрались и сделали всё. Мальчики говорят, что с волнением ждали, когда объявят результаты чемпионата. Ведь их соперниками были дети, многие из которых тренировались не один год. Это было очень неожиданно, что мы заняли третье место. Мы радовались примерно так. Ура! Уда! Еее! Победа воодушевляет. Артём и Демид хотят усиленно заниматься, чтобы показать ещё более высокие результаты на следующем чемпионате Junior Skills в Казани. А их преподаватели говорят, что Центр компетенций будет расширять перечень направлений обучения школьников. У программы большое будущее. По поручению президента России, чемпионаты Junior Skills включены в стратегическую инициативу «Новая модель системы дополнительного образования детей». ТВ Армавир.